Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня, 30 сентября, мы продолжаем нашу четвертую серию вебинаров 2021 года. И сегодня команда ROG Flow Dynamics подготовила для вас вебинар, посвященный работе с 3D-сейсмическими данными в T-навигатор. Меня зовут Анна Маркина, я менеджер по продажам компании ROG Flow Dynamics, и сегодня я буду выполнять роль модератора. Основным докладчиком выступит Александра Гурьева, геофизик группы технической поддержки. Уважаемые коллеги, мы выражаем благодарность за участие в наших сессиях и искренне верим, что они являются полезными и интересными для вас. Несмотря на сложившуюся ситуацию в России и в мире в целом, мы хотим отметить, что все отделы компании ROG Flow Dynamics продолжают свою работу, в том числе и службы технической поддержки. Поэтому, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы всегда можете адресовать их по указанной почте. И, конечно же, основным приоритетом является здоровье. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и своих близких. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что правила проведения вебинаров остаются неизменными. Звук будет транслироваться в одну сторону от ведущего. Мы просим всех участников отключить видео для обеспечения высокого качества трансляции. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что если у вас возникнут вопросы в ходе выступления, вы всегда можете адресовать их, написать их в поле чата. И напоминаю, что спикер ответит на ваши вопросы после выступления. Так выглядит наше приложение для проведения вебинаров. Обратите, пожалуйста, внимание на кнопку вызов чата, куда вы сможете написать ваш вопрос. Уважаемые коллеги, напоминаю, что сейчас мы продолжаем нашу четвертую серию вебинаров. И впереди нас ждут новые и очень интересные темы. Также хочу обратить, особенно обратить ваше внимание на вебинар с заказчиком, который посвящен построению геолого-гидролитмической модели для проектирования разработки газового месторождения, который запланирован на 28 октября. Хочу напомнить еще раз, что традиционно наши вебинары проходят по четвергам, с 10 до 11 по московскому времени. Пожалуйста, регистрируйтесь, участвуй и участвуйте. Итак, хочу еще раз напомнить, что если у вас возник вопрос, вы всегда можете написать его в поле чат. Или можете написать на поуказанной электронной почте. На этом организационная часть окончена, и я передаю слово Александре. Александра, пожалуйста. Всем добрый день. Добрый день. Так, сейчас, две секунды. Меня слышно? Видно экран? Слышно, видно. Спасибо. Отлично, спасибо. Итак, всем добрый день. Еще раз данный вебинар будет посвящен теме работы с сейсмическими данными 3D в Т-навигаторе. Вот, этот вебинар будет в формате больше как презентация. Если вам интересна больше вот, ну, работа, скажем так, сама работа в Т-навигаторе, и хотите посмотреть live demo, у меня был вебинар 24 февраля этого же года. Он проходил именно в формате live demo, поэтому запись еще доступна. Вот, приглашаю всех также посмотреть этот вебинар. Вот. Итак, работа с сейсмическими данными 3D в Т-навигаторе. Первое, что стоит отметить, это то, что работа с сейсмическими данными в Т-навигатор доступна в рамках лицензии дизайнера геологии. Вот, собственно, у вас здесь есть изображение главного окна Т-навигатора со всеми нашими модулями. Как вы видите, дизайнер геологии у вас находится с левой стороны наверху. И, собственно, с помощью вот открытия проекта именно дизайнера геологии у вас уже вот есть доступ к работе с сейсмикой. Вот, то есть все, что я вам буду сегодня рассказывать, у вас доступно в рамках лицензии дизайнера геологии. И да, такое еще тоже главное преимущество, это то, что у нас получается полная интеграция объектов сейсмики с глубинными объектами. То есть когда вы открываете проект дизайнера геологии, у вас, собственно, интерфейс дизайнер геологии и дизайнер моделей у нас сейчас в Т-навигаторе находятся в одном интерфейсе. То есть вы можете очень легко перейти с работы сейсмики на работу уже статической модели, то есть построение и подсчет запасов. И далее можете также легко перейти к работе в дизайнере моделей, то есть уже построение гидродинамической модели. И все это в рамках вот одного проекта, тут уже получается две лицензии, но на работу с сейсмическими объектами и на работу уже с статическим моделированием вам понадобится только одна лицензия, это лицензия дизайнера геологии. Итак, о чем мы сегодня с вами будем, что мы будем сегодня с вами рассматривать. Это будет загрузка 3D-сейсмики, визуализация, стратеграфическая привязка сейсмических данных к скважинам, интерпретация сейсмических данных, работа с атрибутами, конвертация время-глубина и также применение алгоритмов на основе машинного обучения в рамках работы с 3D-сейсмикой. И также посмотрим все доступные, удобные инструменты для контроля качества. Итак, начнем с загрузки. Загрузка 3D-сейсмики доступна в формате Segway, классический формат для сейсмики. Также вы можете загрузить данные сейсмического коротажа в форматах LAS, ASCII-table, CheckShot формат. Я немножко об этом позже расскажу. Ну, в принципе, все текстовые форматы поддержаны. Сейсмические горизонты и разломы также могут быть, как интерпретированы по 2D и 3D данным, также могут быть импортированы в проект. Вот, об этом тоже немножко расскажу. И всегда до и после загрузки у вас есть возможность задать уровень приведения сейсмики, задержку записи, откорректировать координаты сейсмики, ну, или, в принципе, их задать, если их нету в Segway-файле, и также произвести контроль качества ваших данных. И сначала о загрузке сейсмических данных в 3D, что очень удобно в T-навигаторе. Ну, как я говорила, у вас полная интеграция объектов сейсмики со всеми остальными объектами проекта. И большое такое преимущество – это то, что вы можете отобразить заголовки данных до самой загрузки. То есть, вот то, что у вас здесь представлено, это, получается, с левой стороны у вас полностью диалог импорта сейсмики, 3D-сейсмики в формате Segway. Вот, ну, вы задаете, собственно, имя файла. Вот, и далее у вас есть вкладочки со всеми, вот, с бинарным заголовком, с текстовым заголовком, с заголовком трассы. Вот, то есть, вы можете потрасно смотреть все параметры. И у вас также есть расширенные настройки, о них я тоже сейчас немножко расскажу. То есть, вот вы можете посмотреть текстовой заголовок, вот даже до самой загрузки. То есть, вы еще на кнопку «Применить» не нажали, но уже можете отобразить текстовой заголовок, бинарный заголовок. И далее, и тоже, да, заголовок трассы, как я говорила. Вот, и далее в расширенных настройках вы можете задавать позицию инлайнов, кросслайнов, координаты трасс. Вот, как из файла, то есть, будут подтягиваться именно значения, которые у вас в Segway прописаны, так и вручную. Вот, что тоже очень удобно. А вручную – это вот именно из таблицы. То есть, видите, у вас, например, для координат трассы, у вас можно задать их из таблицы по четырем точкам. Вот, что тоже очень удобно, это то, что вы можете копировать из, вот у вас есть, допустим, вот такая вот таблица изначально. Вы хотите скопировать эти четыре точки, кросслайн, онлайн, x, y, вы просто копипастом вставляете в эту таблицу, вот, что тоже очень удобно. И также из этого диалога вы можете, как вы видите здесь, задать область, то есть, если вдруг она по какой-то причине не прописана в Segway. И также можете задать уровень приведения временной сейсмики, вот, и единицы также отредактировать. Вот, и все эти настройки вы также сможете поменять после загрузки. Об этом я тоже вот как раз сейчас и расскажу. То есть, как только вы загрузили сейсмические данные свои, а именно сейсмический куб, вы можете поменять параметры сейсмических съемок после самой загрузки. То есть, здесь, как вы видите, вы задаете название вашей сейсмической съемки. Вот, далее вы можете поменять область, вы также можете поменять уровень приведения, можете как задать, так и удалить. Вы можете поменять уровень приведения сейсмики, интервал выборки, задержка записи, и также можете уже после самой загрузки преобразовать координаты. Вот, у вас здесь есть такой пример, вот, сейсмический куб был, как раз, координаты его поменяли. Вот, опять-таки по четырем точкам из таблицы, вот, ну, в данном случае уже после загрузки. Что касается загрузки, получается, сейсмического коротежа в формате LAS или в формате, ну, то есть, на самом деле поддерживаются все форматы загрузки кривых GIS, которые есть в T-навигаторе, то есть, это все стандартные форматы для кривых GIS. Вот, все они поддерживаются. И также поддерживается, помимо этого формата, этих всех форматов, поддерживается текстовой формат, именно текстовой формат CheckShot. Вот, вот, на что он похож, у вас здесь есть пример, то есть, там прописываются очень классические X, Y, Z, two-way time, MD, вот, и далее у вас скорости, но скорости, опять-таки, как вы здесь можете увидеть, они опциональны, то есть, можете их использовать, можете, точнее, можете их загружать, можете не загружать. Вот, это классический формат выгрузки из вот других софтов, то есть, вы можете иметь вот именно вот такие вот текстовые файлы, вот, и вы без какой-либо конвертации, как для всех объектов, на самом деле, в дизайне региологии, здесь абсолютно та же логика, вы просто берете формат, который у вас есть, и спокойно загружаете в T-навигатор. Вот, можете отредактировать единицы времени, вот, ну, собственно, та же логика, что и для всех остальных объектов в T-навигаторе. После уже самой загрузки вы можете очень легко отобразить ваши данные в скважине, скважины, и также отображение в 3D. Вот, про отображение в 3D я еще чуть позже вам расскажу, вот, но, как вы видите, здесь вот такое вот у нас сообщение появляется, вот, красным, чтобы прямо было хорошо видно, что некоторые объекты не могут быть визуализированы во временной области. То есть, что означает, что мы можем менять область у проекта, вот, выбираем ли мы, точнее, даже не у проекта, а вот у вкладки, да, у нас 3D-вкладка, у нее будет определенная область, время или глубина. Вот, то есть, соответственно, во временной области мы будем отображать временную сейсмику, вот, и также вы можете отображать данные по скважину. Ну, естественно, горизонты, которые вы или пропекировали, или импортировали, про них я тоже расскажу. Вот, и, да, то есть, получается, все остальные глубинные объекты вы уже не сможете здесь визуализировать, но сможете визуализировать все временные, то есть, чтобы минимизировать ошибки в отображении. Вот, есть вот такая вот опция именно с областью. Что очень удобно в Т-навигаторе, это то, что вы можете отображать сейсмику на вкладках 3D, сейсмика, кросс-плод, гистограммы сечения и диаграммы скважин, вот, как вы здесь видите, и можете главным образом организовать вот свое пространство, именно рабочее, именно вот таким вот образом. То есть, вы можете вкладки копировать, вы можете вкладки, получается, соединять, рассоединять. Вот, если у вас два экрана, например, это всегда очень удобно, особенно для интерпретации сейсмики, когда у вас на одном экране 3D, например, вкладка открыта, да, а уже на втором мониторе у вас будет вкладка сейсмика, на которой вы будете именно пикировать, интерпретировать ваши горизонты, на которые будут как раз там ваши данные по скважинам и уже сама сейсмика. Вот, также вы можете кросс-плоды отображать, можете отображать гистограмму, вот эта гистограмма косинуса фазы, это, получается, у нас сейсмический атрибут, про это я тоже расскажу. Вот, и, как я говорила, у вас полная интеграция всех объектов сейсмики со всеми остальными объектами, в том плане, что все находится в одном дереве объектов, вот, который у вас здесь называется, это навигатори, геометрические объекты. Вот, тем самым работа становится более удобной. Вот, как я говорила, у вас есть возможность задать область для работы, время или глубина. Вот, здесь у вас пример как раз самого интерфейса для 3D-вкладки. Вы можете в настройках, в основных настройках, задать область, область, время или глубина. И использовать конвертер, то есть кривую ГИС отношения время-глубина для отображения скважинных данных, как у вас это здесь отображено. То есть здесь мы отобразили скважины, отобразили кривые ГИС, и также временную сейсмику и сейсмический горизонт. Вы можете задать кривую ГИС отношения время-глубина для всего проекта или для каждой вкладки по отдельности. Вот, то есть вот эти вот настройки, которые у вас здесь находятся, они здесь для данной вкладки 3D. Если вы хотите задать одни и те же настройки для всех своих вкладок в 3D, вы можете это сделать с помощью настроек сейсмики. То есть это настройки проекта уже. Вот, тут же вы можете задать уровень приведения временной сейсмики по умолчанию. Вот, это тот, который у вас будет именно для всего проекта. Если у вас не задан какой-нибудь уровень приведения сейсмики для каждого куба. Вот, и текущую кривую ГИС отношения время-глубина тоже, которая по умолчанию у нас идет. Вот, что очень удобно также, это то, что вы можете визуализировать скважины и данные по скважинам на вкладке сейсмика и на вкладке диаграмма скважин. То есть, как вы видите, здесь у нас вкладка диаграмма скважин. То есть это там, в принципе, это еще тоже у нас называется корреляционная схема. Вот она у вас здесь, да, здесь отображены как и маркеры, так и горизонты. Вот, но в основном здесь отображены именно маркеры. Вот, и как вы видите, мы можем отображать сейсмику между скважинами. Также вот вы видите здесь два разлома. Их тоже можно отображать. Вот, то есть и здесь тоже для этой вкладки мы можем задавать кривую ГИС отношения время-глубина. Вот, и задавать сейсмику, которую мы хотим отображать. Мы можем отображать здесь как сейсмику, так и сейсмические атрибуты. Вот, что тоже очень удобно для самой интерпретации. И также, когда вы пикируете горизонты, вы можете отображать кривые ГИС. То есть здесь у вас пример, кривой ГИС дискретный и получается не дискретный. Вот, то есть вы видите, что можете как раз отображать то и другое именно для самой интерпретации, что тоже удобно. Также обратите внимание на очень удобные инструменты визуализации, которые имеются в T-навигаторе. Это в первую очередь курсор синхронизации, что, естественно, очень удобно, когда вы интерпретируете сейсмику. Вот, у вас, допустим, открыта вкладка сейсмика и вкладка 3D. И вы хотите синхронизировать курсор. То есть у вас, допустим, вы передвигаетесь на вкладке сейсмика и вы видите сразу же, где вы находитесь на вкладке 3D. Вот, это все можете настроить на вкладке настройки в основных настройках. Вот, тут вы выбираете уже, у вас даже есть два режима отображения, что тоже очень удобно. Это курсор перекрестия и точка. Тоже другой инструмент визуализации очень удобный. Это то, что вы можете синхронизировать вид. То есть при открытии нескольких вкладок сейсмика вы можете сделать так, что у вас шкала будет синхронизирована. То есть у вас с одной стороны ось, да, и с другой стороны ось. То есть это когда очень удобно. Это очень удобно, когда вы, например, сравниваете исходную сейсмику и атрибут какой-нибудь, который вы посчитали. Вот, вы хотите, вот вы открыли две вкладки сейсмика. Как я говорила, вы можете копировать вкладки. Вот, ну точнее создавать новые вкладки. Вот, то есть в данном случае у нас две вкладки сейсмика созданы. И здесь мы используем опцию синхронизировать вид. Тем самым у нас идет синхронизация, получается, шкалы. Вот, и тем самым у вас более удобное сравнение и контроль качества при расчете атрибутов, например. Также, как я уже говорила, вы можете отображать сейсмику на вкладке гистограммы. Вы можете не только, да, сейсмику отображать, но еще и сейсмические атрибуты, что определенно интересно, когда вы рассчитали атрибуты. И можете всегда отфильтровать по сейсмическому горизонту. То есть свои данные можете отфильтровать по сейсмическому горизонту и заданному отступу. Это находится на вкладке гистограммы в настройках фильтры сейсмики. Здесь вы задаете поверхность, которую вы или проинтерпретировали, или загрузили. И задаете отступ. Можно задать два отступа. Отступ сверху, снизу. В принципе, можно и один, если вам так удобнее. Тем самым вы можете всегда посмотреть на данные, на гистограмм, на распределение ваших данных в окне интереса. То есть задать окно таким вот образом. Это тоже очень интересно, когда у вас, допустим, есть какие-то результаты сейсмической инверсии. И вы хотите посмотреть их на гистограмме, отобразить. Таким вот образом это можно сделать. И далее переходим к работе именно интерпретации. Интерпретации горизонтов. Мы рассмотрим, какие есть методы интерпретации горизонтов, а именно ручные методы. И полуавтоматические. Это прослеживание фазы 2D и 3D. То есть это все интерпретации 3D-сейсмики, но прослеживание фазы происходит как на 2D, так и может происходить в 3D. И также интерпретация разломов, доступны ручные методы для интерпретации разломов и редактирование поверхности горизонтов в 2D и в 3D. И также посмотрим, какие есть алгоритмы на основе машинного обучения, а именно кластеризации сейсмических данных. И расскажу немножко о дальнейшем развитии машинного обучения, точнее алгоритмов на основе машинного обучения в Т-навигаторе, потому что очень скоро у нас будут доступны новые интересные алгоритмы, которые тоже помогают при работе. Итак, начнем с интерпретации горизонтов и разломов. Сейсмические горизонты и разломы могут быть созданы в проекте, как я говорила, или импортированы. Для интерпретации именно горизонтов у вас доступны ручной метод и полуавтоматические методы. Ручное пикирование. Я думаю, что все, в принципе, с этим уже знакомы. Это ручное пикирование, то есть вы выбираете горизонты именно ручным способом. То есть вы открываете вкладку сейсмика, вы пикируете горизонты определенную, находите рефлектор, который вас интересует. Здесь, естественно, как я уже говорила, вы можете и показывала, вы можете, конечно же, отобразить данные по скважинам. То есть можете маркеры, допустим, если у вас есть маркеры, они же well-top, отобразить на этой вкладке. Также можете свои кривые гис сюда тоже импортировать, ну, то есть отобразить, вот, что поможет интерпретации. И здесь вот, ну, ручное пикирование. Получается, вы выбираете определенные точки. Какие у вас получается на данном инлайне или круслайне, ну, пикируется горизонт. Всем, я думаю, понятно. Вот, выбираете потом шаг, с которым вы будете продвигаться по сейсмической съемке. И таким образом вы интерпретируете горизонт. То есть у вас такое вот ручное пикирование. О том, как создаем саму поверхность, я тоже расскажу. Ручная интерпретация. И далее есть тоже другой метод. Это уже полуавтоматический метод. Называется ручная интерпретация с прослеживанием фаз. Здесь какой принцип? Вы ставите несколько точек вдоль горизонта. И автоматически прослеживается именно та фаза, которую вы задаете. Я покажу вам, какие настройки мы задаем для автопрослеживания. Но с помощью как раз настроек автопрослеживания вы ставите сначала точки, которые вас интересуют. И у вас, как мы видим, пикируется, получается ваш отражающий горизонт. И также доступен уже получается тоже полуавтоматический метод для прослеживания фазы. Это когда мы уже не несколько точек ставим, а одну точку, например, или две точки на рефлектор, который нас интересует. То есть мы сначала двойное нажатие на данный рефлектор, второе двойное нажатие. И у нас таким образом генерится тоже, получается интерпретация автопрослеживания происходит именно по пикированию одной точки. То есть вы видите здесь пример. Эта пикировка была сгенерирована автоматически на основе двух опорных точек. То есть мы ставим одну опорную точку, двойное нажатие. То есть у нас где-то тут вдоль фазы, вдоль рефлектора идет интерпретация. И также вторую точку. Вот таким образом у нас получается вот такой вот рефлектор здесь. Вот. И тот же принцип есть, но для уже 3D интерпретации. То есть здесь что мы делаем? Ставим, ну, в данном случае одну опорную точку, вот, двойное нажатие вот на эту опорную точку. И у нас получается вот такой вот горизонт. Только он не только идет по данному инлайну или кросслайну, на котором мы находимся. Он еще и идет на соседние инлайны, кросслайны, в пределах тех, как бы, того диапазона, который мы задаем. Вот. То есть мы можем применить пространственное ограничение. Да, как я говорила, для всех методов, полуавтоматических методов, есть параметры автопрослеживания. Какие эти параметры? Мы задаем, естественно, фазу. То есть точки могут интерпретироваться по максимуму, минимуму, положительному, отрицательному или переходу через ноль. И также у нас задается окно прослеживания в миллисекундах, лимит коэффициента корреляции в процентах, пространственное ограничение. Это если мы используем 3D-интерпретацию. Вот. И с помощью этих параметров мы можем тем самым интерпретировать горизонт. Для разломов. Для разломов доступны на данный момент ручные методы. Отобразить интерпретированные горизонты вы можете как на вкладках сейсмика, так и на вкладке 3D. С помощью точек у вас три режима очень удобных. Это точки, стики или уже отобразить в виде поверхности. Вот. Если вы хотите, например, отредактировать зону разлома, для этого есть вот данные инструменты. Это инструменты, ну инструменты пластик у нас называется, которые вам позволяют выбирать те точки, которые вы хотите удалить. Вы можете удалить как исходные, так и рассчитанные. То есть для горизонтов. Да, вот единственное, что я еще недорассказала по поводу горизонтов. Это то, что вот весь пикинг в дальнейшем можно, точнее, с помощью пикинга, который я вам, допустим, показывала изображение, вы можете создать уже поверхность во времени с помощью расчета 3D интерполяции. Какие параметры в этом расчете 3D интерполяции, а все те же параметры, что у вас были, извините, на предыдущем слайде. То есть мы опять-таки задаем фазу, мы задаем окно прослеживания и лимит коэффициента корреляции. С помощью этих же параметров мы используем данный расчет 3D уже интерполяции и интерполируем полностью наш горизонт для всей сейсмической съемки. И уже когда у нас эта поверхность во времени есть, то есть уже точки имеются для всей нашей зоны, мы можем отредактировать этот горизонт. Отредактировать мы его можем с помощью ластика в 3D, и где мы можем выбрать точки, с которыми мы хотим работать, которые мы хотим здесь удалять. Это могут быть любые точки, то есть как исходный пикинг, так и те, которые были рассчитаны вследствие 3D интерпретации. Вот. И мы, да, или исходный, или рассчитанный. То есть мы выбираем точки, которые мы хотим удалить, и тем самым можем редактировать, например, зону разлома, как здесь вот на этом примере. Поверхности вы можете визуализировать именно горизонты. Вы можете визуализировать в 2D и в 3D. Вы можете, конечно же, отображать изолинии для 2D со всеми настройками изолинии. И также можете, как я уже показывала не раз, отображать в 3D. Конечно же, вы можете также отображать и разломы. Это все, наверное, для интерпретации. Переходим теперь на уже данные, на расчеты уже кластеризации. Какие имеются расчеты кластеризации для сейсмических данных в дизайнере геологии? Это два расчета. Оба основаны на алгоритмах машинного обучения. Первый расчет – это кластеризация по значению данных. То есть под сейсмическими данными подразумеваются как и 3D-атрибуты, так и сейсмические данные, естественно. То есть исходная сейсмика. И вы можете кластеризовать данные по значению данных вдоль горизонта. Или это второй расчет уже по форме сигнала и уже тут в интервале. То есть вы задаете, я расскажу поподробнее, но вы задаете, получается, горизонт. Точнее, два горизонта. То есть таким образом у вас есть окно, некий интервал, в котором вы будете рассчитывать эту кластеризацию. Начнем с первого расчета. Это кластеризация сейсмических данных вдоль горизонта. Этот расчет возвращает 2D-карту, которая содержит кластеры, которые рассчитаны с использованием сейсмических данных. Это могут быть как съемка, сейсмическая съемка, так и сейсмические атрибуты 3D. Что интересно, это то, что этот расчет работает как для глубинных данных, так и для данных во времени. То есть если у вас есть глубинная сейсмическая съемка, вы также можете применять данный расчет. Или, да, и рассчитывается он вдоль горизонта. Горизонт, опять-таки, может быть как в глубинах, так и во времени. В зависимости от того, какая у вас исходная сейсмическая съемка. Этот алгоритм, как я говорила, алгоритм основан на машинном обучении. И он основан на иерархическом кластерном анализе. Вот здесь используется метод агломеративной кластеризации ВАРДА. То есть это процедура, при которой формирование и слияние кластеров основано на значении целевой функции. Данный расчет доступен из workflow, исключительно из workflow. Workflow доступен, естественно, в проекте дизайнера геологии. У вас есть вот такое вот окно расчета и workflow. И доступен этот расчет в подразделе машинное обучение, что весьма логично. То есть если открыть именно машинное обучение workflow, вы увидите, что у вас здесь есть определенное уже количество расчетов. Скоро добавятся новые. И можете, в принципе, уже посмотреть, какие здесь расчеты доступны. В том числе доступен ML кластеризации системических данных на горизонте. Вы его добавляете к своему workflow. И далее посмотрим, какие настройки для этого расчета имеются. То есть для этого расчета, ну, как я, в принципе, говорила, вы задаете или атрибут, или сейсмическую съемку. Вот из списка сейсмическая съемка 3D. И задаете горизонт. Горизонт может быть как и получается сейсмический горизонт, так и горизонт уже в глубине. В зависимости от того, какая у вас сейсмическая съемка. Задаете тип объекта. То есть это может быть как горизонт, сейсмический горизонт, так и горизонт. И потом, ну, естественно, задаете имя результирующей карты. То есть, как я говорила, у вас на выходе будет объект, который именно является 2D-картой. То есть 2D-карта, это у нас получается в каждой точке у нас x, y и значение. А именно в данном случае это будет значение кластера. Вот, задаете число кластеров. И также у вас есть две настройки конкретно для этого алгоритма. Это число точек в окрестностях горизонта и расстояние между точками для расчета. Более подробно можете почитать в руководстве пользователей. У нас очень подробно написан этот горизонт. Этот, извините, этот расчет. Вот, на выходе мы получаем, как я говорила, 2D-карту с дискретным шаблоном. То есть у вас здесь будут дискретные значения. Вот, то есть мы видим, что у нас здесь несколько кластеров. То есть как мы задавали 4 кластера, здесь так. Вот они, 4 кластера и есть. И далее второй расчет. Это расчет тоже кластеризации, но уже в данном случае более классический. Да, вот то, что я еще вот здесь вот, может быть, недостаточно разъяснила. Это то, что данная кластеризация происходит именно по значению съемки, которую вы здесь задаете. Вот, что немного отличается от кластеризации по форме сигнала, что более, скажем так, классическое. Может, вы больше привыкли к именно кластеризации по форме сигнала в интервале. Здесь мы создаем 2D-карту кластеров. По, получается, сейсмическим данным в виде входных данных, да. И в данном случае кластеризация основана на алгоритме самоорганизующейся карт. Вот, то есть сеть Кахонана здесь применяется. Этот алгоритм, получается, работает именно в интервале. То есть мы задаем интервал, опорную поверхность. Да, здесь, что очень тоже удобно, это то, что мы можем задавать как сейсмический горизонт, так и фиксированное время или глубину. Вот, в зависимости от того, какая у нас здесь сейсмика. Если сейсмика во времени, то, соответственно, время. Если сейсмика в глубинах, то, соответственно, глубину. Вот, и задаем, или задаем горизонты. Вот, то есть мы можем задать горизонт. Вот, и отступ от горизонта кровля-подошва. Вот, или только один отступ. То есть не обязательно иметь кровлю-подошву. Вот, и также число кластеров. Вот, и получаем вот такой вот результат. Ну, то есть результат тоже 2D-карта. Тоже дискретный шаблон. То есть у вас здесь дискретные значения. Тоже x, y и дискретное значение, которое соответствует именно кластерам. И далее переходим к работе, к стратеграфической привязке данных. И посмотрим, какие доступны опции, а именно это расчет акустического импеданции, коэффициента отражения, расчет синтетических сейсмограмм, инструменты для их редактирования, интерактивное редактирование синтетических сейсмограмм, калибровка акустического коротажа. Также создание вейвлетов, конвертация, время, глубина. Тоже посмотрим в этой части. Конвертация по кривым ГИС и по модели глубинного преобразования. Посмотрим, как это работает. Итак, для стратеграфической привязки скважин к сейсмическим данным, получается, этот модуль у вас доступен, точнее даже не модуль, а инструмент у вас доступен из вкладки диаграмма скважин. И здесь, как этот инструмент работает, задаем сначала, получается, очевидным образом, сейсмику, сейсмический именно кривый ГИС, то есть данный чекшот, плотность, акустический коротаж. Плотность уже в следующем релизе также можно будет рассчитывать по формуле Гарднера, то есть не задавать здесь кривую ГИС, а здесь будет галочка по Гарднеру. И, соответственно, сейсмику задаем. И результирующий кривый ГИС, то есть синтетическая сейсмика, скорость, импеданс, коэффициент отражения, корреляция. И также задаем входной вейвлет. Есть возможность создавать вейвлет по сейсмике или создавать аналитический вейвлет. Также, как я говорила, можем рассчитать коэффициент корреляции для лучшего контроля качества. Здесь коэффициент корреляции считается по всей скважине, то есть у вас здесь, видите, определенная точка, то есть именно по всей скважине. И, да, собственно, после этого вы можете уже редактировать синтетическую кривую, то есть синтетическую сейсмику. Вот. И таким образом подгонять под сейсмику чекшот данные, то есть кривая ГИС у вас будет обновляться одновременно. То есть как только вы поменяете какие-то точки в синтетической сейсмограмме, у вас поменяются и чекшот данные, и также у вас обновится сразу же коэффициент корреляции. То есть вы сразу сможете посмотреть, скажем так, произвести некий контроль качества того, что вы сделали. Также есть расчет коррекции акустического коротажа. Вот. Ну, это даже до самой стратеграфической привязки, соответственно, стоит сделать. Вот. Ну, также он доступен. Обратите внимание на очень удобную визуализацию, на настройки визуализации. Вы можете отображать синтетическую кривую, точнее синтетическую сейсмику, саму сейсмику, все кривые ГИС. Все можете отобразить на диаграмме скважин. Отображение нескольких трасс для синтетики тоже доступно, вот как мы здесь это видим. Вот. Для сейсмики, которую вы можете, ну, которую вы также отображаете в данном треке, вы можете отобразить ее вдоль инлайнов, количество трасс можете выбрать. Вот. И также настройки для виглов. То есть, если вы хотите виглы еще поверх самой сейсмики, это можно вот таким вот образом здесь отобразить. Как я говорила, у вас идет каждый раз пересчет, то есть динамический расчет коэффициента корреляции во время привязки скважин и отображение нескольких трасс вдоль инлайна, кросслайна. Вот. Очень удобное редактирование отметок точек контроля, то есть все зеленые, на самом деле, вот эти вот, да, то, что вы здесь видите, эти линии, это, конечно же, отметки точки контроля, за которые вы можете как раз, ну, цепляться и двигать синтетику. Как я говорила, вы можете создавать вейвлеты с помощью, получается, по сейсмической съемке или создавать аналитические вейвлеты. Это тоже, получается, у нас доступно в расчетах, ну, получается, в расчетах вейвлетов. То есть вейвлеты находятся, это тоже как объект, они у нас находятся в разделе сейсмики, то есть у нас после сейсмики идут сразу сейсмические горизонты, сейсмические разломы, горизонты и также идут вейвлеты. Вот, уже очень скоро у нас будут новые инструменты, которые будут вам позволять также визуализировать вейвлеты. Вот, на данный момент мы можем их создавать, визуализировать здесь в окне, и далее, когда мы выбираем модель вейвлета при стратеграфической привязке скважин, вот, как мы это здесь видим, вы можете здесь посмотреть на форму сигнала, которая у вас есть для вейвлета. Вот, и здесь у вас есть пример с моделью вейвлета по сейсмике, вот здесь у вас получается синтетическая, уже синтетика, именно по сейсмике была рассчитана. Переходим к конвертации время-глубина. В T-навигаторе есть доступная конвертация время-глубина для всех сейсмических объектов. Есть два метода. Можете рассчитать модель глубинного преобразования, или можете использовать данные скважин, то есть уже кривую ГИС непосредственно. Расчет модели глубинного преобразования осуществляется двумя способами. Можете загрузить куб скоростей, уже в ближайших релизах будет доступен построение скоростной модели. На данный момент вы можете загрузить куб скоростей интервальных и посчитать модель глубинного преобразования, или можете создать по кривым ГИС и горизонтам. Далее, используя модель глубинного преобразования, или кривые ГИС, которые у вас загружены в проект, вы можете конвертировать уже свои данные, то есть вы можете конвертировать как сами сейсмические съемки, так и горизонты и разломы с временем и глубиной. Далее про атрибуты. Какие доступны атрибуты? Атрибуты 3D, 2D, построение кроссплотов, скважинных данных и атрибутов, линейные регрессии атрибутов и перенос атрибутов на сетку. И также расскажу про создание 3D кубов с помощью калькулятора. Сейсмики – это совсем новый инструмент, который появился у нас только в этом релизе. Итак, про сейсмические атрибуты. Сейсмические атрибуты 2D и 3D. У нас на данный момент более 30 2D атрибутов, то есть на выходе у нас получается, я думаю, в принципе, все знакомы с этим. У нас на выходе получаются 2D-карты. Вот это, получается, у нас более 30 2D атрибутов. И по поводу 3D-атрибутов, не буду прямо весь список, потому что список уже, в принципе, очень даже длинный. 3D-атрибутов, которые доступны в дизайне региологии, их гораздо больше, чем то, что здесь представлено. И с каждым релизом в дизайнер геологии добавляем новые 3D-атрибуты. Вот в данном релизе тоже добавились новые 3D-атрибуты. Все данные по сейсмике могут отображаться на кроссплотах. То есть вы можете отобразить, как и карты, ваши карты атрибутов или карты кластеризации. И вы можете отобразить сейсмику, все скважинные данные на кроссплотах. Тем самым создавать вот такие вот тренды, отображать. Вот, тем самым искать корреляции между различными, допустим, 3D-атрибутом или 2D-атрибутом и скважинными данными. Вот, то есть, как я говорила, карты атрибутов и 3D-атрибутов могут быть отображены на кроссплотах. Вот таким вот образом у вас здесь можно как кривые ГИС, так и скважинные атрибуты, атрибуты скважин, отображать вместе с картами атрибутов или даже 3D-атрибутами. Вот, также доступна линейная регрессия по сейсмическим атрибутам. То есть, что здесь делается? Здесь задается сейсмическая съемка для аппроксимации, задаются исходные сейсмические съемки, которые будут использоваться. Сейсмическая съемка подразумевает под собой также атрибуты, то есть, вы можете сюда задать атрибуты, а не сейсмическую съемку, естественно. Вот, и задаем кровью подошву, и таким образом мы получаем линейную регрессию того, что мы задали. Получаем это как вот некое значение в логе. И если включили опцию входная таблица, вы также получаете это в табличном формате со всеми коэффициентами. То же самое можно сделать. Что более интересно, это линейная регрессия по кривым ГИС и сейсмике. То есть, вы задаете кривую ГИС для аппроксимации и задаете сейсмики. То есть, все свои, получается, сейсмические съемки, которые вас интересуют. Вот, и аппроксимируете таким образом сейсмическую, вашу кривую ГИС. Вот, я это немножко сейчас поподробнее расскажу, когда расскажу про калькуляторы сейсмических съемок. Потому что здесь небольшой пример есть того, как применяем именно линейную регрессию при использовании калькулятора. Вот, эта опция совсем новая, то есть, это выходит только вот с релизом, который вот сейчас вот выйдет. Это 21.3. Реализован в этом релизе калькулятор сейсмических съемок. Этот калькулятор позволяет, это самая первая его реализация, позволяет применить стандартные арифметические операции к сейсмическим съемкам 3D и 2D. Здесь можно использовать другие сейсмические съемки выражений, что интересно, это то, что это доступно и для 2D, и для 3D. Но при расчете, например, 3D съемки есть возможность использовать 2D съемку в формуле. То есть, можете, да, и также можете использовать стандартные операции, которые у вас здесь вот есть список, да. Это геометрию, естественно, тоже можно использовать, там, XY, Z in line, cross line, константы и также классические стандартные функции. Что очень интересно, это то, что вы можете задать параметры результирующей съемки по опорной съемке, вот как здесь в этом примере, или вручную, то есть вручную можете задать область, интервал выборки и также свойства сетки, имеется в виду 2D сетки, то есть вы здесь можете автоопределить по другой какой-нибудь сейсмической съемке, у вас автоматически будут все ее размеры. Я покажу небольшой такой интересный пример применения этих сетки, калькулятора сетки сетки, потому что, мне кажется, это как раз очень интересно. Здесь мы используем очень многие инструменты. Что мы здесь создаем? Создаем тренд пористости. Сначала что мы делаем? Естественно, это только пример применения. В принципе, применений, как вы, я думаю, догадываетесь, очень много для калькулятора сетки сетки сетки. Но в данном случае, что мы сначала делаем? Мы делаем регрессию кривой ГИС пористости по атрибуту. Здесь мы задаем пористость для регрессии и задаем атрибуты, кокерентность и импеданс. Получаем вот такое линейное выражение, которое у нас вот здесь идет. Создаем сейсмический объект по этой регрессии вот таким вот образом с помощью калькулятора. То есть просто копипаст вот это выражение прямо в поле калькулятора. Здесь синтаксис уже верный находится. И получаем вот такой вот куб во времени. Это у нас сейсмический объект во времени. Что мы с ним дальше делаем? Мы, естественно, его переводим в первую очередь в глубину, используя при этом модель глубинного преобразования, которую мы посчитали с помощью тех методов, о которых я рассказывала до этого. Получаем такой же сейсмический объект, но уже в данном случае в глубинах. И есть расчет перевода на сетку. Вот если этот расчет интересен, я более детально показывала в предыдущем вебинаре, то есть в феврале показывала именно как мы переводим сейсмику на сетку. В принципе, там очень интуитивный, скажем так, расчет. То есть, в принципе, понятно, как это делается. Вот переводим на сетку и получаем вот такое вот свойство. То есть это уже 3D-свойство, которое у нас находится на сетке и которое у нас было посчитано с помощью сейсмики. Данный куб мы сравниваем на гистограмме. Вот исходная кривую гис и то, что мы получили по пористости. И понимаем, что мы, в принципе, можем использовать данный куб как тренд пористости. Вот. Еще раз, это всего лишь пример применения. Вы можете, естественно, свой собственный пример найти. Вот их много. Вот. То есть вот таким вот образом мы создаем, получается, сейсмическую, ну, тренд, используя сейсмическую съемку и калькулятор, и регрессию. То есть здесь несколько инструментов интересных. Это навигаторы мы применяем. Вот. Да. Какое дальнейшее развитие? Естественно, в принципе, остаются основные задачи, которые еще предстоит решить для применения, ну, в принципе, для работы с сейсмикой. Вот. Автоматизация интерпретации разломов. Естественно, над этим наши коллеги на данный момент работают. Калькулятор сейсмических поверхностей. То есть мы добавили калькулятор сейсмических съемок. Будет калькулятор сейсмических поверхностей для более удобного создания интервалов для атрибутного анализа и кластеризации, работы с отрицательной новостью Z. Z-GY формат тоже очень удобен для именно загрузки большой сейсмики. Скоростное моделирование, как я уже говорила, сейсмическая инверсия уже тоже готовится. Вот. Над этим работают. И также больше, как я сказала, будут алгоритмы машинного обучения. В том числе уже совсем скоро будет алгоритм машинного обучения, который позволяет создавать сейсмические горизонты. Вот. Очень, скажем так, красивым, эффективным образом. Вот. Это уже совсем скоро будет. Вот. Естественно, дизайнер геологии создается вместе с пользователями. То есть мы всегда очень ценим ваши отзывы, всегда принимаем их в расчет в нашем развитии. То есть очень важен новый этап тестирования, ваши отзывы. И вспомним немножко ключевые преимущества дизайнера геологии, точнее, работы сейсмики дизайнера геологии. Это, во-первых, как я уже говорила, это доступ в рамках лицензии дизайнера геологии. То есть у вас доступ к сейсмике, ко всей вот работе, которую я сегодня говорила, в рамках одной лицензии, лицензии дизайнера геологии. Работа с данными 3D и 2D от самой загрузки до конвертации в время глубина. И можно, в принципе, далее продолжить эту фразу, сказать, что мы можем перевести эти данные на сетку и работать далее с сеткой. Интерпретация. Ручные методы, полуавтоматические. Редактирование поверхностей горизонта 2D, 3D. Работа с 2D и 3D атрибутами, которая включает в себя построение кросс-плотов, скважинных данных и атрибутов, выявление зависимости, линейные регрессии атрибутов, перенос атрибутов на сетку, кластеризация на основе машинного обучения. Уже несколько алгоритмов. Существует стратеграфическая привязка данных, которая в себя включает расчет акустического импеданса, коэффициентов отражения, расчет синтетических сейсмограмм, интерактивное редактирование синтетических сейсмограмм, калибровка акустического кротажа. Ну и также такие очень интересные инструменты, как калькулятор 3D-съемок. Спасибо за внимание. Как я говорила, очень важны ваши отзывы, так что не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, обращайтесь в техническую поддержку. Сейчас я посмотрю, открою чат. Открою чат и посмотрю ваши вопросы. Наверное, успею на несколько из них ответить. Если не успею на все ответить, то мы позже напишем, и обязательно будут ответы. Ну вот, да, формата ZGY, да, первый вопрос такой, имеется ли возможность загрузки файлов в формате ZGY, очень скоро будет. Мы, ну, не надеемся, наши команды уже над этим работают, и уже в 21.4, то есть это получается в конце этого года, этот формат будет доступен, потому что все его, естественно, очень ждут, очень много было запросов. Поэтому, конечно же, это будет. Так, далее. Быстренько какие-нибудь, а то мы уже, я немного задержала. Я все, естественно, скопирую и постараюсь ответить на все вопросы. Возможно ли построение скоростной модели для дальнейшего использования при конвертации с временной области в глубину? Так, с временной в глубину. Да, по сравнению скоростной модели. Так, скоростная модель, скоростное моделирование, скоростное моделирование у нас уже совсем скоро тоже будет. Вот это начало следующего года. Максимум середина, но, да, скоростное моделирование это тоже очень большая такая у нас тематика из того, что у нас будет. Нужно ли покупать отдельную лицензию на дизайнер геологии? Вот, все, что касается именно покупки лицензии, это я попрошу вас обратиться именно в, ну, непосредственно связаться с сотрудниками именно продаж. Насколько, да, я знаю, отдельно продается лицензия дизайнера геологии, я могу ошибаться, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж. Вам, наверное, может, Анна прокомментирует. Вот, а в принципе, можете с ним связаться. Так, и, наверное, да, мы уже со временем немножко опаздываем, поэтому я могу просто скопировать, естественно, все эти вопросы, потому что их много, вот, и ответить на них позже. У нас вроде бы есть ваши все имейлы, поэтому... Да, у нас есть все имейлы. Вот, мы и ответим. Да, мы ответим на все ваши вопросы. Тогда, Александр, передайте, пожалуйста, экран. Да, конечно. Уважаемые коллеги, как мы уже сказали, на все ваши вопросы мы ответим вам по почте, в том числе и про модуль дизайнер геологии, про его продажу. А сейчас мы хотим отметить, что традиционно запись данного вебинара и проведенных ранее сессий вы можете найти на нашем канале YouTube. Обратите, пожалуйста, внимание на чат. Сейчас вы увидите здесь ссылки на наш канал YouTube. Также хочу обратить ваше внимание, то, что у нас появилась страница на Facebook, где мы делимся новостями, интересными и полезными материалами по нашему продукту. Коллеги, традиционно, чтобы делать наши вебинары еще лучше для вас, мы попросим вас заполнить отзыв. Заполнение отзыва займет у вас не более 30 секунд. Ссылку на заполнение отзыва вы можете найти в поле чат. И, конечно же, те слушатели, которые заполняют отзыв, получают доступ к презентации спикера. Пожалуйста, обратите, еще раз посмотрите в чат. Все ссылки вы увидите в чате. Если у вас возникнут еще вопросы, пожалуйста, пишите нам. Мы будем очень рады вашим вопросам и будем рады вам помочь. Александра, мы благодарим вас за очень интересный доклад. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за участие, благодарим вас за то, что вы с нами и ждем вас в следующий четверг, 7 октября, на вебинаре, который будет посвящен основным изменением T-навигатор версии 21.3. Напоминаю, что это свежий релиз T-навигатор. До встречи 7 октября. Продолжение следует...